все друзья продолжаем нашу запись посмотри влад все можете снимать паузу и наслаждаться влада . нет бесконечного и на занятиях лёва привет ну что как у вас там дела я вижу война долго идет но у тебя уже положительный очень хорошего положительные счеты ферден ты замучил до невозможности пока что тихо после этой войны будет война с мейкленбургом и после этого вместе с швецией далее в первую очередь как я сказал это вот любик то есть помирания дания побережье хорошо смотрим на претензии претензий очень много ты сделал претензии у тебя хорошие что у тебя по правительству регенский совет 110 но 13 процентов ой 13 этого самого возраст твоего парня так что в этом смысле все будет окей и займы выплатил хорошо вообще шикарно жаба да да можно вопросов топов конечно когда будет стрим вот этот запись или что или у тебя прям идет сейчас поток канал когда будет стрим на запись точнее серии буду в течение следующей недели я записываю а не стримлю все ясно спасибо серии будут выходить через день скорее всего то есть сегодня по идее должна была выйти серия может быть загружу соответственно следующий об этом воскресенье или в понедельник или три раза в неделю если что то я в группе у меня там есть менюшка с расписанием там напишу то можно будет посмотреть спасибо не за что ребят удачи вам разруливает спасибо всего вам хорошего в этом смысле печально для них все что там случилось у кого печалька я туда не у этого соседи моих а у них новый правитель клана даты больше нету у камеры мы решили выпить за это надо накатить кстати я не знаю правильно это или нет но у арагона союз союз неаполем хотя он в моей унии это как процент мысли союз но вот так же так нету есть сегодня да у меня у меня есть темы с другим а у них союз между собой но внутри унии может вот это круто со швеции то же самое и норвегии если они будут виды так секунду и вент извините да да чё там у тебя рассказывай революция в земледелии да просто какие-то инопланетные технологии тебя каждый раз преследуют так все продолжим так у кастиль и развитие 277 идем дальше эфиопия у эфиопии развитие 120 почти в два раза меньше но эфиопия почти подавила свои восстания тут еще парочка будет ей счастье не любят посоветовать какие деньги на кого в гонке а торговые какие нибудь сколько тысячи получаешь с торгов торговля так что у меня четыре с половиной какие традиции ганзы глобальное торговое влияние первая традиция плюс 10 еще один купец стоимость фрегата минус 20 стоимость стабильности и время для оправдания конфликта минус 10 скорость восстановления рекрутов плюс 15 провинциальное торговое влияние плюс 20 итоговая это ежегодные проценты займов минус но торговая дистанция плюс 15 национальной индии и перенаправление торговли плюс 10 процентов и в итоге эффективность торговли плюс 10 процентов ну если ты смыслишь в торговле бери торговый ну вообще короче либо торговый либо экономический но это такое отмениться а военные нигде не надо развивать ну ты можешь первыми развивать и военные какие то все зависит от того ну когда сейчас переполнение я так понимаю идет а военных очках нет не переполнение у тебя идет у тебя во что упор в административное ага понятно и ты сейчас как раз решаешь что взять да 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 осталось два года ну если ты хочешь идти по военным то сначала ты должен ответить себе на вопрос как много ты будешь воевать в ближайшее время нужно для тебе обороняться или нападать ему можно в принципе закрыть первые три идеи качественные он будет более-менее нагибать в регионе смотри как у тебя же я так понимаю уникальные идеи для республик это плутократические идеи в военных которые дают 50 процентов доступных наемников 10 боевой дух армии минус 2 к беспорядкам плюс один купец модификаторы производства товаров плюс 10 процентов сила караванов плюс 25 и скорость восстановления рекрутов плюс 10 плюс в итоге стоимость технологии минус 5 мне они кажутся очень привлекательными но это мой совет я за республики да да говори ну ладно ну ладно имхо они лучше чем дворянские идеи у монархии у монархии дворянские ну так скажем как себя доволен то есть фото кратит я за ганзу не играл это просто первый быстрый беглый взгляд но если ты возьмешь их то потом в комментариях ребята пишите ваши идеи лёва почитает задним числом оценит без камерных зак напишет наши советы можно будет оценить задним числом так кто у нас тут все все не воюют какой то вообще период мира кроме ганса единственный кто воюет это ганза в этот раз успешный момент да кстати от гавкался и тефтонский орден тоже правда еще посмотрим как он переживет а с польшей польша пока никуда не стремится у меня первый диск ой технологии скоро уисуги стронг уисуги могут в развитии шик блеск по уисуги а у тимуридов востовашки первые и не последние период востовашек пошел но правда все остальные восстания будут сжигаться из-за каких-то модификаторов у него минус 2 стабильность а что же это за модификаторы такие ребят мне кажется у нас дядя гоша появился какой дядя гоша вот это к тя-тя-тя-тя так вот в мире заключается хорошо заключай я не понял что у тимуридов так жестко действует на национальные беспорядки что они все просто реально снижаются советник эта фракция не участвует в беспорядках прогресс беспорядков будет снижаться в конце каждого месяца у нее просто резкое снижение всех обстановлю повыше обстановлю повыше обстановлю повыше ааа все спасибо знаете у санга у санга можно сравнить с каким-то толстяком которого все бьют постоянно а он просто терпит да кстати терпило ура ура все от него что-то отрывают новый правитель уисуги 24 ты дай мю банзай по идее сейчас уисуги будет жестко тащить а а а или заглатывать заглатывать так ну делайте ставки что же что же за будущее светит уисуги учитывая что такеда у нас союзничает с дт блин а я не у меня пропал казус бели а перемирь а перемирь точно а 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 к смотрим внимательно право прохода это самый такой классный подлов момент когда забыл отменить объявил войну и второе это перемирие я понимаю что можно пережить много таких событий и выбраться из них сухим как говорится из воды ладно немного военку с ней и снижу а еще раз можно напомнить за какую провинцию мы играем нанкин нанкин у меня просто вот мин полностью не исследован единственная территория посредине это был джинг ну по сути когда ты будешь завоевывать и завоевывать то для тебя это все дело будет открываться то есть ты воюя со страной можешь беспрепятственно открывать ее провинции наступая на них не но я понимаю я имею ввиду что вот странно сейчас как-то исследовано все на данный момент а ну до чего дотягиваешься то и видишь но со временем ты увидишь нанкин в любом случае если провести прямую линию между двумя твоими крепостями то аккурат ты попадаешь на нанкин я надеюсь я прав геометрически видите дорогу показывает до магазин да да что-то типа того так аютия аютию смотрим вау 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 тишина покой размеренно и развитие смотри видишь какая у меня великой многоходовочка я принял решение сохранения наследия несмотря на то что моя ну она дает минус один к терпимости к еретикам она дает моя религия в общем я получил эффективность в итоге потерял только один минус один от терпимости к еретикам которые дают моя религия и поставил советника на миссии советника миссионера трачу сейчас почти всю казну меня небольшой плюс но зато я провинции который было до этого абсолютно невозможно на ближайшие 200 лет если если они завоевываю молоко а если не а если завою это не на 200 ну в общем до этого того как я бы признал их культуру я бы не мог их перекрестить а так я кричу сейчас спокойно в общем ты выжимаешься как лимон ради перекрещания смог то что смочь сложно классно ну советник тебе конечно плюс еще что-то даст ну да ну самое главное что ты в минус не уходишь да вообще спокойно да и немного ты платишь не нормально хорошо у тебя по этому делу но да не просто чемпион войны против данцига данциг плюсовой счет против дании это просто победа дания судя по всему тащит по всем фронтам на все все смогла в этой жизни она чемпион тогда не только против данцига воюет сколько лет и все равно типа проигрывает мне кажется что там с искусственным интеллектом или интеллектом какая-то беда сейчас попробуем посмотреть через новгород может быть сюда не нету флотилии да не туда не вообще ничего нет она бедная несчастная слушайте а у дании действительно флота я не вижу датского и у нее 2000 на островке скорее всего там чё-то или поделали и плохое или ну и данцик соответственно сам ничего не делает что ему лезть на на датскую тюрьму данцик просто воюет он просто стоит я смотрю тут армия новгорода кстати в 4000 что-то делает помирание не отведенное новгород что твоя армия забыла там а ты тоже воюешь новгород воюет с данцигом кстати был братья вышла на 20 место в общем то чёте двадцать четвертое место перегнала новгород перегнала а я че так у меня не показывается мое место сейчас посмотрим мое тоже ну так у вас не поздравляю друзья у вас нет военного щелой не военного а счета зачетного вы ничего не получаете ваше место ноль к успеху пришли этот успех там там ноль давайте посмотрим на других на 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 эфиопию которая сейчас воюет у 20 место у нее 12 очков счета у эфиопии 20 место в первой двадцатке но не первый а 20 а с кем воюет воюет с медри бахри союзе давайте скорость третью ты наверное понял уже под конец фразы что бесполезно никто не согласится а вдруг даже таки решил попытать счастье виталик а что ты в свою армию копишь че она там у тебя стоит с черным квадратом ты же не сможешь напасть пока не вернешь ее на свои территории куда-то пошла армия уже да да они реально привозят своих воинов у нее есть флот мы ошиблись высаживает их регулярно в дантике и просто проигрывать это мощно датчик датчик реально сейчас затойду а тефтонский орден да у него война с польшей молдавии мазовии он не успел заключить союзы и прогноз лёвы сбывается что это было это была реакция фраера на ситуацию знаете что он на гаура плак германской империи ну вот это у второго рейха на гаура для государства сверху от бахманиш ой бахманиш что бахманиш что за знакомое а вот богемия получает то что как раздавалась на гаур сверху отмал бы а в натуре судя по всему добилась многого точняк а может быть это попаданцы я поздравляю с это у него стабильность уже минус 2 а слушайте правда удивительно стабильность уже минус 2 это уже хорошо ну да было вообще плохо я ничего не ее никак не повышал и видимо что-то случилось была военная усталость семерочка сейчас четверочка ты ее можешь уменьшить ну очень коллеккий скорость так вот это ты у нас ну пожалуйста реки скорость все поддерживают мою континентальную систему против малаки нету союзников у малаки везде ембарга к одним из гегемонов этой малазии ну короче я царю осталось только подождать когда наследник зайдет на престол Давайте опять помиримся Наследниками Эфиопия 1-2-1 И наследник Будет 1-4-3 Кастилия У Кастилии Все та же ситуация Регенский совет И наследник 2-2-3 А дальше Тимуриды Тимуриды У них восстание Но кажется Они эти восстания Подавляют успешно Но правда это им стоило многого Это им казны Немножко стоило Стабильность минус 2 Если легитимность снизится Будет гражданская война А сейчас никаких бедствий А за что так Минус 2 стабильности Интересно Сейчас пойду спрошу Кость привет А расскажи что у тебя Как с восстанием Я так понимаю Ты поднял автономию везде Ну да нет Уже поздно Поднимать У меня 2-5 На плюс 10 На сценариях Беспорядков В персидских провинциях Это то что и должно Случиться Ну да Автономию ты не поднимал Нигде Ну да Я почти все восстания Смотри Но у тебя при этом Все остальные восстания Сразу начали стухать И уменьшаться Это из-за чего Ну Это так действует Модификатор Ну просто у меня Позваевая Они в провинции Там вот сразу попадало Все Ага Все эти Хорошо То есть у тебя все В штатном режиме идет И у тебя стабильность Минус 2 Ты ее пока не поднимаешь Объясни почему Есть какая-то хитрая задумка Ну Все равно она будет дальше падать Так что пока Удивно так держать А падать она дальше будет Ну и из-за этих Как там называется Кризис пустого наследия Ага И как долго Долго он продлится Ну пока Я не поменяю форму управления А ты можешь? Но мне нужно Это административные технологии Полностью закрыть Административные технологии В смысле Ну а идеи А идеи Понял А в общем-то Это тебе еще светит И светит Ну да Понятно Ну удачи тебе Это у тебя по ивенту Стабильность повысилась Да Хорошо Борис Сейчас не самый легкий период В жизни тимуридов Я так понимаю Ты воин в ближайшее время Не планируешь? Ну все равно Нулевой мэн паук Так что Да Ну разве что-то Баристан захватить А Хорошо Хорошо Удачи тебе Спасибо Так Еще раз Навестил Ну что ж Ну что ж Жалко их Я смотрю У тебя военная усталость Пятерочка уже Ну да Я сейчас после этой войны У меня перемирие будет длительное Ага Хорошо Удачи в войне Удачи в развитии Дело в том Какую идею У тебя технологии выше У меня доход Я получил Извините что перебиваю Ивент На реформы своего правителя Ну там Исторический айтийский ивент 400 к военке Минус 3 от инфляции 400 к дипке И 400 к админке Это тебе вот так вот зашло Очков что ли? Да Просто очков монарха Из воздуха Из айвента национального айти Офигеть Айти астролог Я просто апнул 1200 очков за раз Милитари теху Милитари теху апнул И у меня уже на большую часть Апнуты админки И дипки То есть админки Следующая группа идей Я уже беру Все Я как бы уже 445 Какие идеи Так Я смотрю что айтия превосходит всех По военной технологии В округе Скоро подойдут Остальные будут Идем Смотрим Бурятам Бурятам Готовятся к войне с айратами Штатном режиме Готовятся к войне с айратами Что там Кто вождь 351 А вождь у тебя выборный Да Да Блин Витя вернулся Теперь не посмеяться На куклу с плановым майданом Почему Он же поймет Стоимость технологий Стоимость А подписчики не поймут Ну да Разве что так Ну я потом Отредактирую Не шучу Не смейтесь Нельзя Смех это грех Витя Новгород Что посоветовать Бедному Новгороду Я бы сказал Может вы подскажете Что там у него Я ему посоветую Новгород воюет С Данцигом И выигрывает В этой войне Новгород Вот куда ты идешь Своими пятью тысячами Тебя же разобьют Пусть сначала Дания сходит А ты после нее Их новый правитель Будет пассивным Нейтралом Бедный Новгород Что ему посоветовать Если он самоубийца Ливай Не возьмешь ты Данциг Такими усилиями Беги Беги в Черкесию Беги пока не поздно Скинь деньги мои Так Ты по технологиям смотришь Что тебе посоветовать У тебя тоже есть Плутократические идеи Ты же у нас Торговая республика Из военных Они тебе кажутся Наиболее интересными Хотя вряд ли тебе А он что хочет убегать Идеи особо ты мог Но у тебя нет Опять же Очков На это дело 6 8 8 То есть тебе фокус Как минимум туда нужно выставить Либо Либо если ты таки хочешь Попытаться вытащить Новгород Тебе срочно нужно Какие-то отношения С какими-то стронгами Налаживать И для этого тебе Как бы Дип идеи нужны Либо Тебе Продолжение следует...